День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Критика в районы. Павел Молков на правительстве был сегодня весьма категоричен. Амнистия на сарай. Регистрация старых построек должна стать проще. Ждем в качестве сотрудников. Инспекторы ДПС приняли студенческий десант. Качество проектов на строительство соцобъектов в муниципалитетах крайне низкое. В прошлом году ни одного такого документа от властей на местах хорошим назвать нельзя. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Молков. Низкий уровень заявок, по его словам, сильно бьет по срокам. Впрочем, критиковал руководитель региона сегодня не только районных глав. Заседание правительства Павел Молков начинает с кадровой перестановки. На повышение ушла Наталья Суворова. Теперь она зампред регионального правительства по социальной сфере. Больше функционала, больше ответственность. С которой, к слову, в области справляются не все. Вопрос номер один сейчас для районов – закупка коммунальной техники. И если в Рязани с этим более-менее все в порядке, в некоторых других городах к закупке и использованию относятся весьма своеобразно. В прошлом году для муниципалитетов денег хватило на 55 единиц спецтехники. В этом закладывают 21 миллион рублей. Очень важно, чтобы техника эта не стояла в гаражах. Коллеги, я к главам администрации всех муниципалитетов обращаюсь. Следите, пожалуйста, за этим внимательно. Потому что помню случай, когда мы передали технику в Касимов, и она всю зиму простояла в гараже, потому что ее не могли оформить, поставить на баланс. Собственно, это и в том числе было причиной смены главы администрации. Я знаю, что у Ивана Аркадьевича такое невозможно в принципе. Но я прошу всех за этим следить, чтобы техника работала на 100% и даже больше. В Рязани сегодня больше всего жалоб на сосульки и наледь на тротуарах. ДБГ работает системно, просто снега в этом году объективно больше. Ночные смены подразумевают, что в ближайшие две недели улицы будут расчищены. По данным, на 1 февраля вывезено 190 тысяч кубометров снега. В прошлом году на эту дату было вывезено 42 тысячи кубометров. Это в 4,5 раза меньше, чем в этом году. В этом году израсходовано почти 15 тысяч кубометров песко-соляной смеси и 310 тонн жидкореагента хлористого калия. Казалось бы, коммуналка – самая проблемная сфера. Но нет, прилетела оттуда, откуда не ждали. Оказывается, на хоккейный турнир в Сасово детской команде из Рязани предложили добираться своим ходом. Много вопросов у жителей и к работе нового футбольного манежа, который с помпой открыли в октябре прошлого года. Павел Малков был категоричен. Почему-то не могут решить вопрос о доставке команды из Рязани в Сасово. Говорят, езжайте на электричке. Но это вообще недопустимо. Люди в это жизнь вкладывают, тренируют детей, а им вот так вот холодно отвечают. И второй еще интереснее. Пишут, что до сих пор не в полном объеме заработал наш футбольный манеж, о котором мне сто раз докладывали, что он уже работает. Поэтому я даже сейчас не хочу заслушивать вам неделя на то, чтобы решить тот и другой вопрос. Неделя. И вот это называется равнодушие тех, кто за это должен отвечать. Я не знаю, в городском комитете спорта или управления, как оно называется, в министерстве спорта, где-то на местах. Мне спорт интересен. Сергей Александрович, спорт интересен, я знаю. А здесь почему-то решение до конца не доводится. Хотя мне много раз говорили, что все уже решено. А еще губернатор предложил создать в районах филиалы центра управления регионом. Слишком много, по его словам, сейчас обращений содержательной информации для властей. И этот шаг позволит значительно ускорить скорость реагирования. В Госдуму внесен законопроект о расширении дачной амнистии, упрощенной регистрации ранее построенных объектов. Ее предлагается распространить на так называемые двухсемейные дома блокированной застройки, возведенные до 1998 года, а также хозяйственные и вспомогательные постройки. Бани, теплицы, сараи, навесы, колодцы, летние кухни, погреба, поставленные на техучет до 2013 года. Сейчас такие объекты можно легализовать только в судебном порядке. Для чего нужно провести кадастровые работы. Механизм действует с 2006 года. Изначально амнистия предполагала легализацию домов, построенных на участках для садоводства, личного и подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства без разрешений на ввод в эксплуатацию. Действие механизма не распродлевалось и по действующему законодательству продолжится до 1 марта 2031 года. Одни соцвыплаты проиндексируют, другие пересчитают. Эта тема всегда будет актуальна, тем более, когда речь идет о повышении. Про перерасчет рассказала заместитель управляющего регионального социального фонда Ирина Шитова. Первым делом Ирина Шитова рассказала, что вообще такое индексация. Это повышение выплат с учетом инфляции. Так, с февраля повысили больше 40 соцвыплат и пособий на 7,4%. Сюда входит, например, единовременная выплата при рождении ребенка. С февраля эта сумма 26400 рублей. Проиндексировали и единое пособие. Размер его меняется в зависимости от доходов семьи. Средняя прибавка теперь 6800, максимальная до 13700. Самое значимое же увеличение в феврале маткапитала тоже на 7,4%. Максимальное повышение ждет родителей, которые не воспользовались материнским семейным капиталом и имели полную сумму. Либо если ребенок только родился. Поэтому, если владелицы сертификата не использовали материнский капитал, то для таких семей сумма возрастет на 43400 рублей и составит 630 тысяч рублей при рождении, вернее, первого ребенка с 1 февраля 2024 года. Если детей двое, то сумма вырастет чуть больше, чем на 57 тысяч рублей и составит 833 тысячи. Если же родители воспользовались какой-то частью капитала, то его остаток вырастет также на 7,4%. А что касается работающих пенсионеров, то выплаты им проиндексируют в августе. Будут учитываться взносы, которые пенсионер заработал в 2023 году. Чем больше заработана, говорится, заработка, тем будет больше перерасчет. Но следует отметить, что законодатель здесь, применяя эту норму, определил ограничения. Три индивидуальных пенсионных коэффициента, не более трех. То есть, если зарплата незначительная, можно заработать два индивидуальных пенсионных коэффициента. Если зарплата чуть повыше, и это превышает три индивидуальных пенсионных коэффициента, то мы заплатим только за три. Все повышения региональный соцфонд провел беззаявительно. то есть рязанцам не нужно было никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах. В региональном управлении ГИБДД вновь высадился студенческий десант. День открытых дверей для юных инспекторов движения провели в отдельном специализированном батальоне ДПС. Вот по этим элементам можно отличить сотрудников дорожного патронной службы на дороге и в городе. Ну а кому интересно, вот жезл, который мы используем, самый обыкновенный жезл черно-белого цвета, вот эта поверхность отражает так же, как и элементы. В этом самом классе обычно проводят инструктажи личного состава батальона ДПС, которые заступают на службу. Но сегодня места инспекторов заняли другие гости – юидовцы из школы номер 63. Экскурсия по батальону для них началась с истории. Им рассказали, как менялась служба – от простого форма и обмундирования до необычного. На, скажем так, вооружении был даже вертолет в 70-е годы. А побывать в отдельном специализированном батальоне ребята из ЮИД смогли благодаря всероссийской акции «Студенческий десант». Помимо кабинета школьники увидели, где вооружаются инспекторы, а также подержали в руках самое настоящее оружие. Нет, двумя руками. Выставку с оружием батальона организовали специально для школьников. Ребятам показали, какие именно образцы стоят на вооружении у госавтоинспекции. А это, говорят сотрудники госавтоинспекции, всегда самая любимая у детей часть экскурсии – патрульный автомобиль. Здесь с лекционной частью не затягивают. Ребятам практически сразу дают посидеть внутри и понажимать на все кнопки. Да еще и в громкоговоритель поговорить. На зависть одноклассникам. Соблюдайте правила дорожного движения. Такие экскурсии проводятся минимум раз в год. Участники зачастую – члены отряда юных инспекторов дорожного движения из разных школ. Чтобы ребята познакомились с профессией сотрудника госавтоинспекции. Учитесь на пятерке и четверке, а лучше только на пятерке. Изучайте правила дорожного движения, не нарушайте эти правила. Ну и ждем ваша наша стена в качестве сотрудника. Традиционно такие экскурсии заканчиваются возложением цветов в мемориалу сотрудникам ГАИ ГИБДД, погибшим при исполнении служебных обязанностей. 6 февраля православная церковь почитает сразу двух святых. Блаженную Ксению Петербургскую, а также преподобную Ксению Римлянанью. В переводе с греческого языка имя Ксения значит странница. Праведницы жили в разные столетия и в разных странах, но поразительным образом полностью соответствовали своему имени. Преподобная Ксения Римлянанья была единственной дочерью знаменитого римского сенатора Евсевия. В юные годы она ушла из дома. Приехав в Александрию, познакомилась с настоятелем обители апостола Андрея, находившейся в Милосе, и прибыла вместе с ним в Милос. Здесь Ксения приобрела участок земли, на котором возвела церковь во имя святого Стефана. При церкви она организовала женский монастырь, где позже была посвящена в Диаконисы. Святая Дева оказывала помощь всем нуждающимся. Она была утешительницей для скорбящих, благотворительницей для бедных, наставницей для грешных. Многие грешные души она привлекла ко спасению. Умерла преподобная Ксения во второй половине пятого века. Во время ее кончины происходили чудесные знамения. В нашей стране любимая и почитаемая другая святая с тем же именем, Ксения Петербургская, появилась на свет в 1732 году. В возрасте 26 лет она обдавела, раздала бедным свое имущество, в том числе и дом, поставив условие сделать в нем приют беднякам. Ксения оделась в одежду покойного супруга и стала называть себя его именем, Андреем Федоровичем. Женщина через смерть любимого мужа познала всю призрачность и непостоянность темного счастья. Не имея пристанища, она скиталась среди бедняков, по ночам и отправлялась в поле, где горячо молилась. Ксения пользовалась глубоким почтением петербуржцев, которые ласково звали ее Ксеньюшкой. Похоронили святую на Смоленском кладбище, на котором она помогала строить церковь, после наступления темноты, нося кирпичи для постройки. Со временем здесь возвели часовню. Известно много случаев благодатной помощи Ксении Петербургской и после ее смерти. Помощь в замужестве и воспитании детей, исцеление больных, устройство на работу и другие. В народном месяце слове сегодняшнюю дату называли Ксения, Аксинин день, Ксения полузимница, Аксиния полухлебница. По старому стилю день Аксинии полузимницы считали переломом зимы. А зимое зерно пролежало в земле половину срока до восхода. Полагали, что со дня Аксинии до новых хлебов понадобится столько хлеба, сколько уже съели. За это и прозвали ее в народе полухлебницей. Существовало немало примет. Какая Аксинья, такая и весна. Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздней. Безветренная погода. Вторая половина июля будет жаркой и сухой. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова